Макроэкономические показатели страны сохраняют стабильный рост, заявил глава Кабмина Аклбек Джапаров на заседании парламента. В стране сохраняется экономическая стабильность. Это доказывает, что наша экономика адаптируется к постковидной и геополитической ситуации, сложившейся в последние годы и постепенно развивается. При этом общий инфляционный процесс в 2023 году с 14,7% к началу года снизился до 7,3% к концу года, а к 2024 году цифры прогнозируются с 6,5% до 5,5%. Как отметил глава Кабмина, в 2023 году 75% доходов государства составили налоговые платежи. Цифры свидетельствуют об увеличении доходов страны. Так, объем налоговых поступлений с 2004 года не превышал 60-70 млрд сомов. Например, в 2015-2016 годах было собрано около 65 млрд сомов налогов, в 2017-2018 годах 75 млрд сомов, в 2019-2020 годах всего 79 млрд сомов. Показатель резко возрос только с 2021 года и составил почти 106 млрд сомов, в 2022 году он составил 156 млрд сомов и в 2023 году собрано 183 млрд сомов налогов. По прогнозам, в этом году налоговые поступления могут превысить и 230 млрд сомов. Рост экономики страны положительно сказывается на различных сферах государства. К примеру, как отметил министр образования и науки доктор Ульген Дербаева, 10 лет назад по стране насчитывалось 2200 школ. Сегодня же их общее количество составляет 2377. Сегодня в Кыргызстане 1 млн 491 тысячи детей. В прошлом году в нулевые классы мы набрали более 100 тысяч детей. Согласно статистике, 25 тысяч детей у нас ходят в частные детские сады. Сегодня важно увеличить число школьных и дошкольных учреждений, чему государство в последнее время уделяет особое внимание. При этом сегодня со стороны государства уделяет внимание не только строительству школ и детских садов, но и социальных объектов в целом. За три года было построено 315 объектов, в том числе школы и спортивные залы, 69 детских садов, 28 объектов здравоохранения и в 125 селах решены вопросы чистой питьевой воды. Как отметил в своем выступлении министр здравоохранения Ламкадр Бишин Алиев, в целях обеспечения жителей отдаленных регионов медицинскими услугами в ноябре 2021 года была организована мобильная клиника, где консультации получили 315 405 человек. Обследование прошло 98 271 человек. В рамках каравана здоровья в 2022 году обследовано 34 868 человек и предоставлено 12 тысяч консультаций. В каждом регионе мобильная клиника функционировала по три месяца. Там есть все необходимое оборудование для полноценного обследования населения. Парламентарии, в свою очередь, поинтересовались, как будет решаться вопрос обеспечения граждан собственным жильем. Надо отметить, что со стороны государства проводится большая работа по повышению социально-экономических показателей. Но вместе с тем для граждан остаются весьма актуальные проблемы. Когда мы ездили по регионам и встречались с местными жителями, они отмечали, что для них актуален вопрос приобретения жилья. Как отметил глава Кабмина в бюджете, на этот год для ГИК предусмотрено 2 миллиарда суммов. Однако президент поставил задачу найти на строительство домов под ипотеку 10 миллиардов суммов. Сейчас мы ищем источники финансирования. ГИК уже завершила строительство дома по улице Скрябина в Бишкеке, домов на месте колонии номер 47. Генеральная прокуратура через ГИК строит тоже один большой дом и половина квартир, в котором полагается социальным работникам. Также в этом году начинается строительство домов в Аше, Караколе, Нарыне, Узгине и многих других крупных городах. Но пока точно сказать, сколько в этом году квартир передаем населению, не можем. В ходе обсуждения парламентария обратили внимание на актуальные вопросы. В социально-экономической отрасли озвучен ряд проблем в сферах здравоохранения и образования, сельского хозяйства и транспорта. Но при этом депутаты отметили заметные сдвиги в экономике. «Основные вопросы у нас по отчету – это сельскохозяйственный кредит, повышение электротарифа. Мы все думали, что… Народ думает, что они повышаются электроэнергию на 1 сом и 11 тынов. Оказалось, не 1 сом 11 тынов, а с марта месяца повышается только на 11 тынов. Это с учетом инфляции. Потом по сельскохозяйственным кредитам тоже говорили, почему до народа не доходят. Сейчас ответ получаем. Потом по праворульным машинам мы сейчас разговаривали. Можно насчет дохода государства от 10 миллиардов сомов. Мы сейчас тоже, премьер-министр сказал, что надо анализировать, подумать и, может быть, это решение. Негде, жалпыла, голланды, жакшилищи, голланды. Я считаю, что со стороны членов Кабмина проделана хорошая работа. Как отметили жители региона, в ходе нашей встречи в Нокенском, Аксийском районах строятся насосные станции. Создаются хорошие условия для аграриев. Нельзя не отметить масштабное строительство социальных объектов, школ и спортивных залов. Стоит отметить, что в будущем предстоит сделать еще много дел. Однако надо помнить, что проблемы, которые накопились на протяжении 30 лет, нельзя ли решить все разом. Для всего этого нужно время. Работа членов Кабмина министров хорошая, но я бы еще хотел акцентировать внимание на вопросах в сфере сельского хозяйства. Это строительство БСР и БДР. Также депутаты подчеркнули улучшение социального обеспечения малоимущих семей, поддержки работников образования, здравоохранения, культуры и спорта. Седание состоялось в формате «Вопрос-ответ». Кундуск, Кадатайва, Бигжан, Токтос, Луна, Фалату, 24.